привет привет сегодня мы будем читать интересную историю как бывший вебмастер из люксембурга стал другом путина и купил футбольный клуб лиль как подняться с нуля организовать прибыльный бизнес в сфере айти и стать влиятельным человеком задача нелегкая но вполне реальная примером такого взлета может жить один из первых вебмастеров в мире жерар лопес который стал одним из самых богатых людей европы и другом путина откуда взялся жерар лопес он родился в 1971 году в люксембурге и до семи лет он рос в испании незапланированного ребенка отвезли к бабушке в деревню эспанаде байшу когда мальчик подрос его перевезли к родителям в люксембург жерардо лопес и арундина фокахо отец и мама жерара были иммигрантами отец перебрался из испанской галисии в швейцарию а затем в люксембург в возрасте 17 лет работал на стройке держал мясную лавку занимался поставками ветчины в страны бенилюкса но денег все равно не хватало семья состоящая из родителей и троих детей ютилась в маленькой двухкомнатной квартирке с детства маленький жерар мечтал о достатке и тяготел к спорту он хотел стать выдающимся спортсменом купить себе дорогую машину и фирменную одежду впрочем как и большинство подростков в отличие от верность от сверстников жерар не только мечтал но и действовал статус иммигранта хорошо помог парню днем он ходил в люксембургскую школу а вечером в испанскую в начале 90-х для жерара открылся новый мир интернет лопес заинтересовался программированием с юных лет в 15 лет он создал первое платное приложение для компьютера в 17 лет парень уехал в сша поступил в университет майами в штате огайо где изучал математику статистику и схемотехнику параллельно подрабатывал мыл тарелки и очень гордился что сам себя обеспечивает стипендии и зарплаты худо-бедно хватало на жизнь молодой человек хотел познать все тонкости предпринимательства создавать предприятия развивать их и продавать жерар лопес ставил на интернет еще когда не было никаких сайтов он хотел развивать технологии привлекал инвесторов стремился создать что-то поистине новое так парень оказался в нужное время в нужном месте двадцати годам еще не окончил университет жерар начал изучать интернет и его возможности с точки зрения заработка в европе коммерческий запуск интернета состоялся в 1993 году и в то время по словам жерара мало кто относился к нему серьезно тем не менее он понял что через интернет можно продавать товары и услуги в год до коммерческого запуска интернета в европе жерар создал сайт по аренде автомобилей про лиза и раскрутив его позже продал очередным проектом интернет предпринимателя стал сайт по установке сигнализации secure wave позже жерар продал и этот сайт что интересно в середине двухтысячных годов сайт продавал услуги по безопасности в сети в 2010 году сайт попал в руки гэмблинг веб-мастеров и начал рекламировать казино при этом ссылка на него до сих пор висит в базе кранч бейс он продолжал создавать сайты в разных нишах так как конкуренции на европейском рынке почти не было онлайн бизнесмен к 22 годам заработал свой первый миллион долларов однако это не было пределом его мечтаний продав все свои сайты жерар стал обладателем крупного капитала удачные сделки он поехал отмечать с друзьями на манхэттен тогда же парень смог купить себе первую спортивную машину и дорогие часы но этого жерару было мало его интересы привлекали венчурные инвестиции и тут он смог значительно приумножить капитал всего за два года он одним из первых сделал ставку на skype тогда еще мало известную шведско-датско-эстонскую компанию и вложил туда свои и привлеченные средства на тот момент у жерара уже существовал венчурный фонд mangrove capital partners через который он привлекал инвестиции в перспективные стартапы в 2003 году он инвестировал свои 20 миллионов евро в skype финансированию он привлек и другие фонды дрейпер индекс и бессмер в этот раз инвестиции составили 25 миллионов евро в марте 2004 года на втором раунде инвесторы вложили в skype еще 19 миллионов евро сколько в этих суммах было личных денег лопеса сказать трудно по информации в сети порядка 4 миллионов евро буквально через полтора года 12 сентября 2005 года skype приобрела компания ebay за два с половиной миллиарда евро лично лопесу удалось заработать 400 миллионов евро с этого момента жерар лопес поднялся до высшей лиги богатейших людей мира нет лопес не стал выдающимся спортсменом но он сыграл немалую роль в спорте став миллиардером он купил люксембургский футбольный клуб фола за играми которого он детстве наблюдал из своего окна покупка клуба не была просто реализацией детской мечты а выгодной инвестицией благодаря денежным вливанием жерара вчерашний аутсайдер стал чемпионом страны дальше он вошел во вкус и увлекся формулой 1 еще в детстве маленький жерар любовался на свою игрушечную машинку черно золотой лотус и грезил гонками а в 2006 в 2006 году он с другом эриком люксом создал компанию gravity спорт которая специализировалась на продвижении молодых гонщиков но интерес к гонкам был не только финансовый мужчины сами выступили на марафоне 24 часа дубая на трассе поле рекар на шикарном mercedes sls довольно быстро жерар и эрик втянулись и стали постоянными участниками гонок в 2008 году был создан новый фонд гений капитал дочерней компании которого был основан ранее основанный ранее gravity спорт она инвестировала деньги в энергетические технологии чистые источники энергии сейчас компания вкладывается в производство высокотехнологичных двигателей экологически чистые такси и тюнинг автомобилей porsche но это не все у лопеса еще есть бизнес связанный с недвижимостью ай комодос это недвижимость по всему миру и инвестиционный портфель в 2 миллиарда евро но вернемся к формуле 1 лопес захотел свою команду в гонках рено в 2009 году в разгар кризиса французская корпорация хотела вовсе уйти в тень из-за подмоченной репутацией коррупционных скандалов команду формула 1 решили продать по сходной цене как можно быстрее чем и воспользовался лопес в 2010 году он выкупил 75 процентов акций а в 2011 остальные 25 процентов в 2012 году жерар переименовал команду в lotus f1 team спустя пять лет компания рено восстановилась и жерар продал свои акции оставил свою команду с долгом 200 миллионов евро и ушел из гонок летом 2010 года жерар лопес присутствовал на экономическом форуме в санкт-петербурге тогда молодой бизнесмен и предложил владимиру путину погонять на болиде путин согласился так влиятельные мужчины и подружились гоняя на скорости 250 километров в час под питером еще будучи хозяином команды рено лопес заключил выгодные контракты с концерном лада и гонщиком виталием петровым который стал первым россиянином в королевских гонках в 2012 году лопес облюбовал еще один вид спорта футбол он решил покупать права на игроков и создать команду опять же по принципу венчурных инвестиций другими словами он хотел приобретать проблемные активы повышать их стоимость и продавать с прибылью лопес решил занять 10 процентов рынка создать порядка 20 филиалов футбольных странах объединить десятки футбольных агентов под своим брендом и собрать более 500 футболистов на контрактах это детище должно было называться кик партнерс но в 2014 году проект закрылся по инициативе фифа которая запретила владеть правами на футболистов третьим лицам но на тот момент жара уже приобрел французского аутсайдера лиги 1 команду лиль за 80 миллионов евро и уже через год команда выступала в лиге чемпиона лопес продавал успешных игроков покупал проблемных выращивал и вновь успешно продавал на данный момент лопес уже продал свой лиль крупные кредиторы озаботились долгом по кредиту в размере по разным данным от 124 до 225 миллионов евро в итоге банкиры забрали клуб за долги и продали его люксембургской компании калиста спортинг при этом только сам лопес ушел с поста директора остальных рокировок не было ни нового тренера не изменения состава жерар лопес в комментариях прессе сказал что польщен вниманием крупного фонда к своей команде но кто именно стоит за этим фондом до сих пор не известно французские сми подозревают питермана банкира джи пи морган и хозяина хедж фонда мерлин адвизорс питерман вроде подтвердил покупку но ясности это не дало фонд мерлин партнерс настоящий люксембургский офшор кто за ним стоит неизвестно возможно даже сам лопес вот так один из первых веб-мастеров перевернул мир информационных технологий поучаствовал формуле один стал владельцем футбольных клубов и миллиардером пока